Привет-привет! Меня зовут Миша Ронклина, нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру. И мы начинаем небольшой блок из эпизодов про не самых обычных заключенных российских тюрем. Будет бывший полицейский, будет трансгендер в мужской тюрьме. И вот сейчас я поговорю с индусом. Его зовут Ашиш, и он не какой-то там русский индус, а прям житель Индии. Ашиш никогда не был в России, не знал русского языка до тюрьмы, и в саму тюрьму, кстати, попал при весьма загадочных обстоятельствах. Мы начнем с этого наш рассказ, и в нем вы услышите вот такой звук. Это я скрыл название структуры, которая задерживала Ашиша. По его словам, других подтверждений у меня нет. Скрыл, потому что я сам живу в России и хочу жить здесь и дальше. Спокойно жить. В общем, слушайте выпуск, сами все поймете. Итак, представьте, сейчас Ашиш дома в Индии, в Нью-Дели. Там жарко и пахнет ароматическими палочками. Окна Ашиша выходят на оживленную улицу. Ашиш, привет. Привет, Нью. Ты хорошо говоришь по-русски. Мы с тобой беседовали до записи. А откуда ты знаешь русский язык? Я выучил русский язык в России, а точнее в российской тюрьме. То есть ты, когда садился в тюрьму, ты не знал русский язык? Ни одного слова. А что тебя привело тогда в русскую тюрьму? Давай с этого начнем. Я летел из Индии, Чечи, и в России была пересадка 5 часов. Когда я добрался до следующего самолета, ко мне пришли полицейские. Они мне сказали, что что-то не так, и я должен пыкаться с самолета. И потом они мне говорят, что надо ехать. В базе люди есть, которые хотят со мной общаться. То есть тебя садили с самолета и отвели в отделение полиции, да, в аэропорту прям? Не отделение полиции, там была вообще другая комната. Комната допросов. Там был стол, лавочки. Это в аэропорту все было? Да, да, да. В Щерметево в Москве. Там сидели две дядьки. Один из них переводчик. Они мне сказали, что мы хотим, что ты нам давал информацию о Чехии, потому что я работал в чешском посольстве. И летел в Чехию, чтобы работать в чешском министерстве образования. У тебя гражданство Чехии есть? Не, не, не. По гражданству я индус. Но я в Индии работал в подполстве Чехии. А кем ты там был? Я работал там в культуре и пиар-офисе. Ты был пиарщиком? Да, да, да. И тебя хотели завербовать? Да. И они начали мне говорить, что Индия и Россия друзья. Мы тебе поможем. Мы знаем, у тебя не особо хорошая зарплата. И мы знаем, кто твой босс, где живут твои родители, твоя семья. И если ты поможешь нам, все будет окей. Откуда они знали, где живут твои родители, друзья и вообще, что ты собирался ехать работать в чешское правительство? Понятия не имел. Но они все сказали конкретно, как есть. Они знали имя моего отца. Знали, где я живу. В Чехии или в Индии? В Индии. В Чехии я не бывал еще. Это первый раз, когда я летел через границу Индии. В России ты, соответственно, тоже первый раз был? Да. Они сказали, что если ты откажешь, плохо отлучится. Я думал, что максимально плохо может, это мне могут отправить обратно в Индии. И я им говорю, я не могу помочь вам. Они говорят, мы знаем, ты можешь. Хорошо, подумай. Дали мне 20 минут, ушли из комнаты, общались с другим человеком, который был начальником Шерметова и аэропорта. И потом пришли обратно, поинтересовались, что ты думаешь? Я говорю, ну нет, я не могу вам помочь. Потому что я не имею такой должности, где я к вам могу подъедить важные информации. Потом я был на аэропорту еще около 36 часов. 36 часов ты в аэропорту сидел? Да, да, да. Твой самолет улетел, а багаж? Багаж был у них. Со мной постоянно был полицейский, который следил за мной. Каждые 6-7 часов они менялись. Я общался с ним через гугл-переводчик. И каждый раз, когда я интересовал, они говорят, сейчас они оформляют что-то с документами. Делают тебе билеты, и ты полетишь обратно в Индию. То есть ты просто ждал, пока тебя обратно в Индию депортируют? Да, да, да. Потом 19 ночи около 10. Меня привели в отделение полицейских. Прямо в Шерметово. А это какой год был? В 2019 году. Тогда они меня привели. Там мой багаж все было открыто. Все вещи были налажены на столе. Полицейский стоит прицепками и говорит, вот меня слигаешь еще у вас. Гашиш? Я не взял с собой ничего. И они начали говорить что-то на русском. Потом они привели какой-то человек. Он не был официальным переводчиком. Его фамилия была голубой. И он начал со мной говорить, что здесь нет большой проблем. Возможно, ты забыл что-то в рюкзаке. Ты платишь 5 тысяч рублей штраф, и ты полетишь домой. А я уже 36 часов пробивал в аэропорту. Родители мне постоянно звонили по WhatsApp. Где ты? Я им вру. Потому что я не хотел, чтобы они беспокоились. Говорил, проблемы с самолетом. Я сейчас прямо в аэропорту. Есть гостиница. Не переживайте. Они платят за все. И я говорил, давай я плачу этот штраф, и все окей. И они мне принесли бумаги, подпишись. Я говорю, что там написано. Говорят, что там написано, что ты согласишься платить этот штраф. И вот этот гашиш твой. Я говорю, хорошо. Я подписал. Начал вытаскивать деньги. И они мне говорят, пока подожди, деньги пока не надо. Сейчас они оформляют все документы, чтобы от тебя взяли деньги. И все. Так гашиш все-таки твой был или нет? Нет, это не был мой. Потому что даже если я лечу в Индии из одного города до другой, я понимаю, и я не хочу рисковать. А я лечу в Чехию, где спокойно можно покупать легализованную. Я не могу делать такой дурацкой вещи, что с собой взять гашиш, даже полграмма. И они мне закрыли камеру предварительного запретения. А ты все еще ждал, что тебя вот-вот отпустят и на родину вернут? Да. Потом пришел адвокат и переводчик официально, государственный. Они мне объясняли всю ситуацию, что я согласился, это мой гашиш. Там были написаны мои признания. Адвокат мне говорит, если ты сейчас не платишь тысяч пятьсот долларов, чтобы в итоге я отпущу. Тебе все решили развести просто? Да. Я сказал ему, мне надо делать звонок. А у тебя телефон уже отняли к тому моменту? Отняли еще он все. Он мне дал телефон, я позвонил брату, потому что если я скажу отцу, он может получить инфаркт. Потому что мой отец, он диабетик. И он начинает очень сильно переживать за маленькие проблемы. И мама, она тоже особо мирно видела, она домохозяйка. Мои родители, они типические индийские семьи. То есть для них другой город, это другая страна. А другая страна, это вообще другая планета. Привыкли жить у себя? Да, да, да. А у тебя большая семья? Сколько братьев, сестер? Небольшая. Я, мой брат, родители, братин жена и его дочка. И вы все живете вместе? Да. Все тебя, всей семьей, пять человек провожали. Ура, наш сын, наш брат едет в Европу работать. Все за тебя радовались? Мама особо не радовалась. Она хотела, чтобы я остался. Зачем я должен работать так далеко? А все остальные были счастливы за твою судьбу? Да, да, да. Провожали всей семьей в аэропорту тебя? Да, да, да. Со слезами? Со слезами, да. Полторы тысячи ты отдал адвокату или нет? Нет. Я ему говорю, с собой деньги нет, вот номер брата, общайтесь с ним. Они общались с ним, им тоже объясняли, что они помогут. Но я брату сказал, что ничего не надо платить. Сначала дайте мне разбирать, что на самом деле происходит. То есть ты уже понял, что тебя разводить начали? Да. Я уже понял, что отходить от этого ситуации невозможно. Я уже попал. Что происходит? Путь происходит. Я ничего не делал, я ничего не буду говорить. Ты ушел, что называется, в отказ? Да. Эмоции, какие у тебя были? Что ты тогда переживал? Я переживал за родителей. Когда они узнали впервые об этом, о том, что ты попался? Ты же говоришь, что ты не хотел им говорить? Когда потом мне сказали, все, завтра у тебя будет суд. Мне адвокат дает звонить брату. Я брату объяснил свою ситуацию, и он рассказал им. Так, и на следующий день поехали на суд? Да, пошли в суд. В субботу обычно тут нет, в России. Это выходный день. И вот тот день делали специальный суд для меня. Даже судье пришло своим ребенком. И дало два месяца заключения по СИЗО. А ты про российские тюрьмы вообще ничего не знал? Я про Россию максимально, что я знал, что там очень кьют водка, есть медведи, там играют балалайка и Владимир Путин, потому что Индия дружит с Россией. Да, примерно как большая часть россиян думает, что индусы все время поют и играют на инструментах музыкальных и танцуют. То есть ты ничего не ожидал от российской тюрьмы? У тебя не было никаких ожиданий ни хороших, ни плохих? Как я видел кино в американской тюрьме. Я очень переживал за гомосексуальное. За насилие гомосексуальное, что тебя в задницу трахнут. Да, 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 да. Спасибо за хорошее слово. Потому что мы очень сильно переживаем за твою репутацию. У меня клан такая дома, это не дай бог. А, кстати, из какой касты твоя семья? Из свящего касты, воиновка каста, называется Шатрия. То есть это потомственные воины, она считается одной из высших? Да. Деревня есть, там моя прадедушка был королем сто лет назад. Королем? Да, да, да. И что должен сделать индус из касты воинов, если его трахнули в задницу? Никому не говори о войне. Мне отправили в Москву, в СИЗО-5. У меня были длинные волосы, там мне подбреялись. Взяли все личные вещи, которые у меня были. Телефон, ноутбук и еще укулеле. У меня с собой был укулеле тоже. Сначала посидели в карантиновой камере. 15 дней сидеть в карантине, потом поднимают в общей массе. До этого я всем сказал, что я не знаю русский, пожалуйста, дайте мне камеру, где, возможно, кто-то может говорить по-английски. Они махали руками, и когда я зашел, там все парни, я стоял там, ждал, что дальше делать. Там я вижу две пустые шконки, но я пока еще ничего не знал, как заходит правильно, все говорит. Что-то не то случайно ты боялся сделать, да? Да, потому что представление было все из кино. То есть тебя завели, и ты встал у двери просто стоял? Да, сначала я стоял, а потом старался говорить, что... Как в фильмах американские. Да, да, да. Там был один чувак, он проснулся, говорит, давай сюда. Он начал со мной на английском, а я так радовался. Кто-то есть, который может понимать и может объяснить мне, что со мной все включилось. А много людей в камере было? Там было пять человек. Камера на сколько мест? Камера была на семь человек. Нашелся, значит, человек с английским. И что это был за парень? Откуда он знал английский? Он жил в Бали, в Индонезии. Там, где он ограбил банкомат, ему там посадили. Там он сидел около трех лет. Потом сидел год, где люди ждут своего депортажа. Депортационный лагерь? Да. И потом экстрадиции в России. То есть парень-путешественник, тебе повезло, что он говорит по-английски. А как отнеслись все в камере внезапно индусу? Первый он мне сказал, вот куда можно ложиться. Я все вещи положил, уснул, утром проснулся. И все такие счастливые были утром. Я чуть-чуть не спугался. Почти я в тюрьме. Дружелюбными были все? Ну да. Не такие, как обычные представления есть у людей, что в тюрьме все дли и опасные. Там не было такого. Утром, когда я сказал, я из Индии, они, о, из Индии, о, джимми-джимми, аджа-аджа. Там было два человека. Одного, которому я сказал, и еще один человек, он был латвиан. Он тоже говорил по-английски. Вот они двоем утром со мной обстали, помогли мне взять завтрак, потому что я не знал, что брать, кому брать, как брать. И я вегетарианец, я не хотел пушить мясо. Я ему говорю, но уметь. И паландер, который дает, начал мне ругаться на русском. Кунток сэма, когда зашел, я так радовался. Но гусь не так хорошо. А сколько ты не ел до этого? Восемнадцатого утра до двадцатого вечера. Почти трое суток ты ничего не ел? Тебя не кормили или в тебя просто не лезло ничего? Не кормили. А ты просил? Да, я просил. Даже водичку они не давали, они мне сказали, кран там. Возможно, в России это нормально, что кран можно попить. А в Индии я не могу пить так, потому что там нет хорошей воды. Значит, ты поел. Люди говорят на английском. Счастье? Да, не чувствовал, что что-то плохого случилось. Как тебе камера в российской тюрьме, в СИЗО? Это была почти как трехзвездочная индийская гостиница. Только без решеток, конечно. Да, я просто по Индии много путешествовал. Я понимаю, о чем ты говоришь. Индийские гостиницы очень грязноватые они бывают. Да, вонучие вообще капец. Хорошая была в Москве с изопед, которая была. Спасибо Богу, это было нормально. История с туалетом, который прямо в камере находится. У вас там кабинка была или просто параша? У нас была закрыта. Там были стены, вонучего ничего не было. Не думал, что там будут шконки, дадут матрас, постельное белье и одеяло. Ты думал, что тебя просто выкинут в пустую комнату, и ты будешь на полу лежать? Представления были такие. Только запах мяса мне не понравился. Когда начался коронавирус, было капец. Нету в магазине, еда нету. Тогда кушался ли день хлеб с чаем сладким, либо с компотом. А вся остальная еда, она была с мясом, что ли? Ну да. Редко бывало, что дали горох. А не было мысли просто перестать быть вегетарианцем? Это было трудно. Не могу кушать другого живого что-то. Это неприятно. Но все равно, в течение нескольких времени я начал кушать яйца, и иногда бывало, что кушал рыбу тоже. Но курица, либо курдюк, либо какое-то мясо я не мог кушать. А первый раз что ты съел? Яйцо или рыбу сначала? Первый раз я ел яйцо. Это было какое-то переступление через свои собственные принципы? Нет. Почему-то яйцо мне очень понравилось. Я до сих пор кушаю иногда. Потому что яйцо, это не живое у курицы. Сделали аборт, получилось вот яйцо. А рыбу тебе не жалко было? Рыба-то мучается. Было жалко, но я был очень голодный. У меня не было вариантов, потому что у меня посидели в карцер. А сколько максимум ты не ел там? Ты голодал бывало? Нет. В тюрьме такого редко было. Потому что у меня с собой, которые деньги били, было около 30 тысяч рублей. Они поменяли, потому что там были чешские деньги и доллар. И мне положили в лицовом счете. Я мог покупать кушать. Ну, 30 тысяч рублей, это не очень много. Это не очень много, конечно. Но за месяц не хватало 5-6 тысяч. Что ты ел там обычно? Что ты покупал? Гречку, каша, роллтон, картошка, чипсы, лимоколы. За что вообще там сидели вокруг тебя люди? Было 2 человека за 158 мая 2-я. Это украсть. И 2 сидели за 228-й четвертый час. Наркотики. Ты успел еще и уголовный кодекс российский выучить по статьям прям. Вот это конкретная причина, почему я начал изучать русский язык. Потому что я не доверял своего адвоката. Я должен был написать все свои жалобы сам. А как ты учил русский язык? Они общаются между друг другом. Что ты? Брат, поставь чайник. А вот я помнил эту фразу. Потом следующий раз я попробовал сам. Брат, поставь чайник. Он поставил чайник. Ооо, работает. То есть никаких учебников, никаких тем более репетиторов у тебя не было? Не было там, конечно. Русские книжки были, но были Достоевские. Анна Каренина читала на русском языке. Бомба и книга. Толстой мне очень понравился. Художественная литература. Да, да, да. И от Тихидон. Михаил Шолохов. Я вот это 2 читал русские книги. Прямо в оригинале читал на русском языке? Да, да, да. Но это было уже после года. То есть первое время ты учился только на слухе, беседуя со своими сокамерниками? Да. И как быстро ты бегло заговорил уже на русском? 2-3 месяца я мог объяснить свои мысли и понимать суть разговора. Настойчивостью тебе не занимать. Серьезная работа, русский язык, не самый простой. А ты за 3 месяца еще и в СИЗО. Люди же там стараются учить литературный язык. Они не знают. На русском языке самое главное это узнать все маты. Все маты? Да. Они дают суть, о чем идет речь. Это, конечно, звучит смешно, но я именно вот так изучал русский язык. Через мат. Потому что их используют для выражения своей мысли, выражения эмоций. Это мой совет для всех. В любом культуре изучайте первые маты. Потому что какие эмоции человек будет говорить, это будет более понятно, чем обычные слова. То есть ты сначала заговорил на матерном языке, а потом уже на русском. Да, да, да. Посадили, осудили, думали, попал мусор. И хуй сосели, подомнести я попал. Здесь дворам, хуй мусорам. Ты это говорил мусорам? Ну да. У меня была конкретная своя мысль, это не ругаться ни с кем, стараться все получить как надо и по правилам. Но когда они начали нарушать мои правила, я старался использовать моментом, что я тоже могу что-то сделать. Но потом, когда я освободился, я думал, это очень была дурацкая тема, я не должен был сделать так. Мне просто повезло, что ничего плохого не случилось. Какие твои права они нарушали и как ты потом бунтовал? Там была библиотека, женщина, она приходила каждый четверг к нам, в камеру, взяла старые книги, если вы хотите, и дала новые. Она со мной очень хорошо общалась, постоянно принесла мне книги на английском языке. Книги были у меня, в камере я читал их, потому что телевизор не очень любил смотреть. В камеру приезжает каждый человек в тюрьме, говорит шумон, отшумонали, что нельзя было, все взяли. Еще забрали все книги. Говорят, что мы проверяем там печаток, и если там печаток не будет, мы не вернем их. Печаток в библиотеке, ты имеешь в виду? Да, да, да. Я говорю, у меня ничего нет, то есть здесь, что я могу читать. Но они говорят, нет, нет, такие правила. Женщина ко мне приходит каждый раз, я ей говорю, что нет книги. Она говорит, все, которые книги у меня были, я все тебе отдала. И это сейчас стоит у кого-то в офисе, и он не проверяет вот этот печаток. Я не могу помочь в этом. Каждый утром выезжаешь из комнаты, и тебя проверяют, и так же вечером. Приходит важный человек, я ему тоже говорил, но они начинают либо смеяться над моим сломанным брусом, либо ругаться, печатаешь правила здесь. То есть у тебя просто отжали книги на английском языке? Да. Потом недели, два, три. Ты сидишь каждый день в одном комнате, ничего проективного нет, все, не могу. Камера стоит в каждом комнате, видеонаблюдение. Вечером после проверки я сломаю камеру. Взял их, выдернул из стены. И приезжает человек из полицейских. Говорит, кто такого сделал? Я говорю, я делаю. Потом приходит человек, который я делал. Открыл камеру, мне сказал, давай выходи на продол. Я вышел из камеры. Он говорит, что ты начинаешь здесь справа качать? Спокойно сидеть не хочешь? Хочешь получить кредит? Я говорю, ты хочешь потрогать меня и получить сам пиздули, блядь? Он просто меня видел вот такими глазами огромными. Он потом говорит, зачем вот таким хуйом ты занимаешь? Я говорю, где мои книги? Я не могу читать на русском, мне надо книги на английском языке. Он говорит, блядь, учись нахуй тогда на русском читать. Говорит, пошел ты в жопу, блядь, петушара нахуй. Так и сказал. Он не ожидал такого. Просто накопилось вот это все время. Он мне сразу, кича, 15 дней, иди. Карцер? Да. Карцер пришел в ползу, я уже там начал читать на русском. Уже без вариантов. Да. А как тебе карцер в российской тюрьме? Мне очень понравилось. Потому что там не было людей, 15 дней просто молчал, медитировал. А разве там нет правила, что днем шконка пристегивается? Днем ты не можешь садиться на шконку. И весь день ты должен, по идее, стоять по правилам. Там вообще они закрывают шконку, но там деревянный пол. Мне вообще похуй, я люблю спать на пол, либо лежать на пол, либо сидеть на пол. То есть ты мог сидеть, лежать, да? Да. Прямо на полу? Да. Они мне давали постельное белье, я навыочку забрал. Вытирал пол, чтобы не было грязно там. И весь день ты на этом полу что делал? Два-три часа я медитировал, сейчас занимался спортом. Потом читал книги. У меня была тетрадь там. Рисовал, либо старался написать на русском. Что у меня было в голове. Даже вот время, когда я начал общаться на русском, я забыл индийский. После этого я был в карцер два раза еще. Но это было под руки причинам. Потому что каждый день видеть те же лица, те же разговоры, те же музыка, телевизор, те же движения в камере. Это было очень скучно для меня. И тебе хотелось в карцер специально? Да. А это не только меня. Это многие люди так делают. Потому что психологически вот это очень загружает. Ничего нового не происходит. Карцер это как рейсет, перезагрузка. Мне интересно про медитацию. То есть ты медитировал и в общей камере тоже? В общей камере я старательно не медитировал. Потому что когда я медитирую, я стану очень сенситивным. Я чувствую каждые маленькие вещи окружающие меня. Все связаны с эмоцией, все связаны с настроением людей. А в тюрьме обычно нет хорошего настроения. Очень плохая аура там. Потому что никто там не чувствует спокойно. То есть боль и страдания в тюрьме? Да. Поэтому ты не мог медитировать? Потому что когда ты медитируешь, ты все это чувствовал? Да. Это неприятно. Возникают у меня тоже такие же эмоции. А у тебя большой опыт медитации? Ты с самого детства этим занимаешься? Практически да. У меня отец и мама, они оба занимаются медитацией. Ну а ты пробовал в камере в общей медитировать? Как твои сокамерники относились к этому? Что Ашиш сидит и ни на что не реагирует? Там не только я был один. Там пришел один армяник и один украинец. Они меня спрашивали, как правильно держать руки, как сидится. И тогда пару раз их объяснил. Они оба медитировали со мной. Вот эта вот тюремная вся движуха. Когда ты понял, как все устроено в российских тюрьмах? То, что есть красная масть, черная масть? Когда мне вот это все объясняли, для меня это было известно, потому что это как бы в Индии кастовая система есть. Также в российском тюрьме, в который нормально себя ведет, они мужики, гомосексуалы занимаются, петухи, которые раньше полицейские, они красные. Это были те правила, которые я должен был подпринимать, если я хочу там жить спокойно. Я проводил параллель индийским кастам. Вот у нас так же было раньше. А сейчас в Индии нет такого, что по кастам делятся, что есть вот неприкасаемые? Нет, сейчас вообще нет их. Ты говоришь про всю Индию или только про большие города? Про большие города, первый. И второй, это по закону. По менталитетам до сих пор есть такой, но люди очень лицемерные. То есть, если у него есть клиент, который имеет все хорошие деньги, но он низкого каста, тогда они могут ему вообще поцеловать жопу. Деньги это самый главный каст. Насколько я знаю, ваш президент тоже сейчас из каста неприкасаемых. Дропа де Мурмур, да. То есть, неприкасаемый стал президентом? Потому что, ну, в наших тюрьмах сложно представить, что там опущенный станет смотрящим. Ну, сейчас для Индии это нормально. По закону все это разрешено. Даже в деревне, если кто-то из минского каста, я ему скажу, что ты из минского каста. Он может пойти к полицейским, написать жалобу против меня, им не закроет. Даже так? То есть, у вас активно борются со системой каст? Да. Ну, и тебе не показалось, что в России вот эта вот система каст в тюрьмах, это какая-то дикость? До какой-то степени это правильно. Потому что сидеть с человеком, который сам гомосексуал, 24 часа на сутки в одной комнате, это так же ситуация, как если ты сидишь с женщиной 2-3 года и не можешь ее трахнуть. Это так же ситуация для этого человека, который с нами сидит. Для него, мы, тем он может успокоиться, свой сексуальный интерес. Но мы не хотим, чтобы человек к нам смотрел так. Как сделано в системе, это правильно. Ты оправдываешь вот эти российские тюремные понятия и традиции? Каждый век имеет свой экстемизм. Если там тоже есть какой-то экстемизм, конечно, я не поддерживаю. Но до степени, когда я вижу там логику, да, я поддерживаю. А какие вообще тюремные российские традиции тебя удивили? Я, когда первый раз видел дорогу, это был самый счастливый день в моей жизни в тюрьме. Я так радовал. Я думал, что и здесь все так, жрать, спать вокруг. Но когда видел дорогу, я видел что-то новое. Мне стало очень интересно. Поясню на всякий случай. Дорога – это такая межкамерная связь в тюрьме, когда с помощью веревочек и тросиков налаживают связь с другими камерами через окна. Поясни, почему ты обрадовался? Это вспоминальный школьный день, когда учитель говорит, что туда идти нельзя, идти делать против закона что-то. Но это никого не мешает. Но все равно за это тебе могут делать что-то, как создал адреналин. Двух бунтарств в тебе проснулся, когда ты увидел дорогу. Типа того, да. Тюремный роман. Тюремная романтика. Так, а еще какие-то вещи тебя вдохновили? Я общался в Европе с людьми из Стехии, из Словакии, из Испании, из Польши. Достаточно близко, чтобы узнавать, какие у них менталитеты. А я также общался с русскими и с Старой Советским Союзом. Я чувствовал очень приближенность ко всех. Они все очень похожи к индусам, менталитетам. А с чехами и европейцами не так? Нет. Они очень хорошо имеются улыбаться перед вами, но не так показывают себе, как на самом деле они. Они постоянно одеты каким-то махом. А русские не такие? Русские, что внутри, то есть снаружи? Да, откровенные. Это очень понравилось. То есть ты не встречал каких-то откровенных злодеев среди своих сокамерников? Нет. Люди, которые сидели со мной в тюрьмах разных, я не чувствовал, что они плохие либо злые люди. Они все были хорошими. Да, там были какие-то малолетки, то есть 18, 19, 20. Они были чуть-чуть трупы, но не должны были сидеть в тюрьму. Я не из воровского мира или из криминального мира. Я обычный рабочий человек, который учился, занимался в работе и попался в тюрьму. Но я так считаю, что из них 80% не должны сидеть в тюрьму. Большинство из них было 2 до 84. Наркотики распространения. Да, которые стараются получить деньги в малый возраст, быстрый и сразу в закладчик. Это была их неочетка. Им просто надо объяснить, вот ребята это нельзя делать. Им не надо давать срока по 15 лет, по 20 лет, потому что это тоже обычные студенты из школы. Твоя роль в тюрьме в итоге какая была? Я был мужиком и отвечал за дороги через несколько времени. Потом отвечал за игру чисто в хате. И до какого-то времени я еще был смотрящий за хат. Ты был смотрящий даже? Да, да, да. Смотрящий индус. Это было смешно, но очень круто. А в хате русские сидели? Один был белорус, два человека из России, один был азербайджанец. А кто тебя назначил смотрящим, как это произошло? Мне позвонил за корпусом, который смотрел в Чечне. Говорит, откуда ты, братан? Говорю, но я с Индией. Нифига себе! Тот же тема, джими-джими, а джи-джи. Я говорю, да-да-да. И он поинтересовал, где я сидел, с кем я сидел, ковы. Он понимал, что я разобрал. И он мне сказал, что все равно будет смотрящий за хат. Хорошо, брат. Ты обрадовался? Не обрадовался, но это мне интересно. Какие твои задачи были, как смотрящего за хаты? Если какие-то проблемы происходят в хате, так последнее слово, это мое. То есть, если два слова ругают друг друга, я должен разобраться, что не было никаких драков, не было что-то ломанул в хате. Случалось что-то такое? Только один проблем был с одним белорусом. Он работал раньше охраном пятиречек. Где-то их считают красным, где-то нет. Потому что они тоже ловят шпана. Воров, да, которые воруют из магазина. Да-да-да. Не знали, что с ним делать. Но мне сказали, пока ничего не надо сделать, посмотри, какой он человек. Если непонятно, тогда выкидывай ему, скажи. Он на самом деле дураком. Основные вещи он не понимал. У нас было два дороги из одной камеры. Который человек отвечал за дороги, он ушел на суд. А ему только попросил, что, когда они синьковали, просто забрать дорогу, я тебе скажу, куда его надо положить, и все. На другой дороге, которая важна, я стоял там сам. А он начал, я не могу этого сделать, мне не получается, я ошибусь. Я говорю, ошибаться здесь невозможно. А вот он это не понимал. Пару раз такого было. Я очень терпел этого человека из-за его глупости. Он не следил за чистоту, он не понимал основные вещи, типа, с кем, как надо общаться, нацелк, спорить со всеми. Но в конце концов, его выкидывали из хаты. Вот это было мое решение. Как это происходит? Ему сказали, собирай свои вещи, он собрал сам. А обычно, если человек не собирает сам, когда открывается дверь, ночью, во время проверки, выкидывают его матрах на продок, дальше они сами разборются. Чего тебе не хватало больше всего? Ну, понятно, что свободы не хватало, может, тебе еще чего-то не хватало? Первая очередь, конечно, это женщина. У тебя была девушка или жена? Девушка была, когда я попал в термию, она уже ушла. Бай-бай. Она тебе сказала пока-пока? Она сама не сказала, но было понятно. Тебе не хватало в тюрьме женского тепла? Ну да. Часто бывало, что были сон. Снились девушки? Ну да. Голые? Голые, не голые, да. Но у меня сон не бывает, который можно думать, что такого бывает в реальнице. Сначала видно дерево, и он превратился в девушку. Сначала она была одета в белый платок, и когда она пришла ко мне, она уже стала голым, у нее кожа сверкается, не видны глаза, там видно неба, возле таких сон у меня бывают, которые для меня тоже непонятны. Но там определенные чувства есть, которые чувствуются в Астанах. Так, а кроме девушек, чего тебе не хватало? Особо ничего. У меня нет такого, что если что-то у меня нет, то я жалуюсь. Не люблю жаловать. Что есть, это самое лучшее, а дальше будет еще офигенно. Ты помнишь самый смешной случай, который был в тюрьме? Первый, это было в СИЗО-12. Напротив моего камеры сидел один человек из Украины. Он в камере готовил средства, чтобы делать самогон. Дрожь. Время шумона, нашли это. И он таким смешным украинским акцентом начинает говорить, что, что вы делаете? Мы сами давали это, хлеб и сахар. Мы сейчас говорим, это нельзя. Второй, была первая камера, где все были молоды, то есть меньше 25. И мы начали играть в морки. Вот это тоже было спецназ. Думал, я вообще точно в тюрьме или нет. Третий, со мной сидел еще один индос. Он вообще не знал русский, но я уже более-менее. Это уже было 8 месяцев, когда я сидел. Он был такой, что мой, это мой. То есть свой он не хочет с кем-то поделить. Он что-то заказал из магазина и положил под пол. В день мы убрали всю хату. Все, что было под пол, мы убрали и положили на шконках, либо в скафу. Он просыпается, видит, у него овощи и фрукты, которые он покупал, не лежат под шконки. Он говорит, грен, все, братан, тебе пизда нахуй. Они забрали и сказали, вот это нельзя положить на пол. Человек, который положил, ему еще добавили 3 года. Так он побелел, что-то обморком не упал. Он так сильно испугался, ему сказали, нет, братан, все окей, не переживай. Ты сидел в СИЗО, ожидая приговора. Как скоро случился суд, на котором тебе огласили уже, сколько тебе сидеть дальше? Это было в 2021 году. Ты до суда сколько сидел? Ровно 2 года. А что они так долго делали? Почему 2 года нужно вести следственные действия? Первый. Проблема была в том, что я отказался, это не мой. Второй, они не могли найти доказательства против меня, потому что я им пишу, что делаем проверку от пятки палец на гащи, который вы носили. Они говорят, нет, это невозможно. Мой багаж тоже они потеряли, они не знают, где он находится. Так это же вещественное доказательство. Да. Они искали сумку твою 2 года или что? Они хотели, что я признал вину, потому что у них не было конкретных доказательств. Бывает такая тема, я слышал, что да, специально маринуют человека в СИЗО, ожидая, что рано или поздно он дозреет и свою вину признает, потому что сидеть в СИЗО никому неохота. Но они же не знали, что это Ашиш, и ему по хайфу даже в карцере сидеть. Я там много учился, поэтому мне было интересно. Мне было очень приятно, потому что я много узнавал про мир, так много узнавал про жизнь. Обычные такие моменты, которые, возможно, я раньше не замечал, вот сейчас я вообще очень хорошо их замечаю, хорошо знаю, как обходить обычные вещи, которые раньше думали, зачем это. Сейчас я очень уважаю еду, очень уважаю свои слова, потому что раньше, возможно, если я даже дома тебе сказал что-то, они сделали, было нормально. Ну, ладно, не делал, не делал. А сейчас, если я что-то сказал, я обязан этого сделать. Очень слежу за свои глаза. Как говорится, мужик сказал? Мужик сделал. Как это пришло к тебе в СИЗО? Потому что я попал в общий масс. Это когда тебя в колонию посадили? Нет, я все свои три года пробивал в разный СИЗО. Поясню, для слушателей, на всякий случай, СИЗО, это место, где ты находишься в камере практически круглые сутки, там несколько часов в день только выходишь на прогулку, и то сколько там у вас прогулки были обычные? Прогулки иногда мне было. Круглые сутки сидели? Да. Была бы колония, было бы гораздо легче. Они начали у меня колесный режим. СИЗО 4, СИЗО 12 по Москве. Потом мне вывезли вообще в Иркутск через разный СИЗО. То есть СИЗО 1 в Челябинск, потом Новый Сибирь, потом город Братск. Это еще до суда тоже все было? Это было все до суда. Я так понимаю, это тоже такая мера воздействия на человека? Он не сидит на одном месте, и следователям, и полицейским кажется, что они таким образом на тебя давят, да? Да, потому что каждый раз происходит через осмотр. В каждом СИЗО имеется свое правило. Где-то разрешение, где-то нет. Каждый раз ты раздеваешь, одеваешь, раздеваешь, одеваешь. Вот так тоже неприятно. То есть они хотели, что рано или поздно ты скажешь, все, ребята, хватит, я признаю свою вину. Это была их цель. Да, помощник судья, прокурор, конвоир и следователь пришли ко мне до суда. Я сижу в подвале в полицейской отделении, и мне сказали, если ты признаешь вину, мы тебе сразу отпустим и сдали суда. Но я их слово не мог доверять, потому что я не понимал, это правда или нет. А что вообще тебе грозило? Какой срок тебе обещал прокурор? У меня по статье идет от 3 до 7. И когда у меня в суд, прокурор запросил 5 лет. Столько и дали. Но у них же были проблемы с доказательствами. Не зря же они тебя просили признательное подписать. Я до этого, в 2019 декабрь месяц, начал писать реакционную жалобу на Европейский суд. Попросил формулар, они мне давали. написал там все, что надо было и отдал женщину, которая оставляет пошли. И она приходит ко мне через 2 недели и говорит, что последней бумаги нету там. Как нету? Я все бумаги вам раздавал. Не дали тебе отправить жалобу. Да. Я просто хотел сказать, что в России в островительство имеется такой силы, что они могут делать все, что они хотят. Есть определенные люди, которые стараются бороться против этого, но я скажу так, это бесполезно. Сломать могут каждого? Каждого. Я просто считал статистику. У вас население 145, 170 еще с тадиком узбеком все наши ребята из старой СССР. Россия второе самое большое количество людей, которые уезжают из страны. Россияне, которые живут по гранции. Я раньше думал, почему? Зарплата хорошая, люди тоже хорошие, но когда я попал, тогда узнал ответ, почему так. Почему? Потому что люди боятся своего правительства. Спокойно они не могут думать, что они хотят. Я так думаю. Разве в Индии такого нет беспредела от власти? До какой-то степени в каждом стране есть, но в Индии такого нет. У меня был выпуск с парнем, который сидит в Индии на ГОА, и он сидит по тоже надуманному делу, и уже он ждет сюда, по-моему, три года. Его просто не выпускают, он сидит в ожидании также. Доказательств нет, но ему прямо говорят, что пока ты не признаешься, мы тебя не выпустим. Такая же абсолютная ситуация. ГОА это мини-Россия. Там живут очень много россиянцев, которые там занимаются наркотиками. Скорее всего, он связался с теми людьми, с кем он не должен связаться. Над этими россиянами есть какая-то индийская мафия, и если эта индийская мафия не получит, что ему надо, он может делать, что он хочет. То есть все-таки беспредел есть? До такой степенди говорю. К тебе применяли какое-то физическое насилие, тебя били, или случилось то самое страшное, то, чего ты боялся. Ничего же этого не было? В России ты слышал про Ржев, про Фьер, про Владимир? Это СИЗО? Да, Централы. Самое страшное в России. С тобой что-нибудь случалось? Со мной не случалось, но я слышал конкретно, как человек случится, если он не слушает, что они хотят, если он не поет гимн, если он не дает доклад. Москва вот это единственное место, не случится. Я хочу к приговору твоему все-таки вернуться. Ты когда эту цифру услышал, 5 лет заключения, что ты испытал? Я опять думал про родителей, потому что они уже думали, что меня вообще отпустят. Когда они сказали 5 лет, я чуть-чуть отстроился, но я думал ничего страшного, потому что за правду надо платить. У тебя не было слез, у тебя не было какого-то упадка, все, жизнь закончена. Понял, конечно, хана мне, это не было приятно слушать, но ни слезы не потекли, не упал. Вернулся ты назад в камеру с какими мыслями? Я думал, что надо писать в зал если отправить лагерь, напишу УДО, я выйду, нормально все, найдется выход. А сколько тебе оставалось сидеть тогда? Два года ты сидел, получается полтора дня за день, три года у тебя уже прошли, еще два оставалось. Три года и шесть месяцев. Сколько я сидел, если считать день за полтора? Три года и шесть месяцев ты отсидел уже к тому моменту Да, потом уже суд получил, переговор заступил в законный стиль, мне отправили в рев, потом я узнал, что мне означали апелляционный суд, поменялся адвокат у меня, потом она пришла, она знала немножко английского, она мне сказала, что мои родители через кого-то, какой-то индус живет в Москве и нашли ее. Она сказала, что вы должны говорить просто да и в течение тридцать-четыре месяца вы идете из тюрьмы. На какие вопросы отвечать да нужно было? Судья пришла, сказала, вы признаете вину? Я не сказал да, но я сказал, я не хотел признать вину. Но она сказала, все понятно с вами, я скинула вам год и в течение четыре месяца вы освободите. Но когда мне принесли в апелляционный решение там было написано, что я признал вину. В общем, через пять месяцев я освободился. 6 мая 2022 года я освободился. Расскажи, как происходило освобождение, как это случилось? До освобождения я говорю бухгалтеру, что у меня в лицевом счете мой отец мне сделал 15 тысяч рублей. Когда я освобожусь, мне нужно эти деньги, чтобы добраться до Москвы, покупать билет до Индии. И он говорит, у вас еще деньги не поступили у нас, будет у нас, тогда мы дадим. В общем, когда я освобожусь, денег нет, и государство мне дает 799 рублей. И я с этим деньгом вышел из Тюрьмы в Ярославль. Ничего не знаю, куда надо ехать. Ты вышел в Ярославле где-то в чистом поле с 799 рублями в кармане. Да. Было это опьянение, свобода, ничего себе после стольких лет или что? Ничего такого, я просто думал, нифига себе. Опять надо как-то сломать голову, чтобы добраться, потому что я не знаю, куда ехать. Потом начал автобус, который идет в сторону в вокзал, в автобус сидел один мужик, пьяный чуть-чуть. Он спрашивает, сиган? Я говорю, нет, я не сиган, я индус из Индии. Он говорит, откуда ты здесь? Я говорю, только что вас обладают. Он говорит, да ну нахуй. Я говорю, да. Потом он мне объяснил, как добраться до Москвы, какой поезд в этом вокзале. Сказали, для этого надо 900 рублей. Мне осталось только 749. И сидел на лавочке, думал, что делать. Со мной рядом сидели две русские бабушки. Что-то они мне спрашивали. А я им говорю, я из Индии только что освободился. У меня в Москве врачуха была. Она тоже была старая, такая хорошая женщина. Она всем говорила, мой золотой, мой солнышко. Поэтому конкретно поднимала настроение. Вот они тоже. Говорят, боже мой, миленький мой, как ты сюда попал? Я им историю рассказывал. Они говорили, тебе нужен что-то, и мы можем тебе помочь чем-то. Я им говорю, что у меня вот есть деньги, мне надо каким-нибудь образом добраться в Москве. Не хватает вот такой суммы. Они мне помогли, дали деньги. Я покупал билет, отблагодарил им. Потом я добрал до Москвы. Когда я вышел в Москве на вокзале, опять, деньги нету, уже ночь, и надо найти место, где можно переночевать. И как ты выкрутился? У меня был номер своего нового адвоката. Старался, то мне дали телефон, чтобы звонить. Капец, потому что я выгляжу похоже сеганом. Никто не верит в меня, что я не убежу с телефона. Никто не помогал. Я зашел в одном магазине, там девушка была продавщица, которая сидела на каце с Узбекистаном. Я ей объяснил всю ситуацию. Она мне дала свой телефон, первый звонил адвокату. Человек мне говорит, вот адрес, приезжай, возьми такси, я плачу. Она помогла мне вызвать такси, там человек встретил меня. Потом я узнал, один из самых богатых индус в Москве. Как-то через диаспору нашли, да? Мой брат старался везде искал помощь на меня. Интернет смотрели, Индия Рашямин, и там был главный организатор, вот человек. Я жил у него шесть дней, потом он помогал мне покупать билет из России до Индии. Таким образом я вернулся. Ты на воле-то в России сколько провел? Два года, десять месяцев за решетки, и шесть дней на воле. Получается, ты шесть дней в Москве жил? Как тебе Москва? В Москве я особо нигде не попивал, но было приятно видеть нормальных людей на улице. Особо люди не улыбаются там, те, которые там живут, они серьезные. А те, которые приезжают к Кремлю либо в Красную площадь, те все, они улыбаются. А ты Москву особо не смотрел, потому что очень хотелось к семье в Индию? Просто не было деньги у меня. Ты ждал этот момент, когда ты сядешь уже в самолет и окажешься потом в Индии? Нет. Думаю остаться в России вообще. Я уже знаю русский. А была возможность остаться в России? Конечно, нелегальным образом было возможности. Потому что мне авторитетом сказали ты станешь смотреть за индусов. Разве мне тюрьма понравилась? Я думал, вот это будет круто, что оно каким-то авторитетом, индийским историям будет написано мое имя с золотыми буквами. Вот такой индийский чувак. В общем, в башке были такие места. Но это не было реально, конечно. Почему не было? Ты говоришь, тебе предлагали. Предлагали, но если я был сиротой, конечно, сделал бы. Но тебе хотелось все-таки к родителям? Хотелось, что они успокоились, что со мной все хорошо, мне никто не бьет. Они до сих пор не верят в мои слова. Думают, что ты обманываешь их, что тебя запугали там? Да. Они думают, что я не хочу сказать, потому что, если я скажу, они расстроятся и им будет плохо, что наш сынок страдал так сильно и мы ничего не могли сделать. Они думают, что тебя в жопу трахнули? Нет. Такого мой брат несколько раз спрашивал. Я говорю, нет, это не американская тюрьма, это русская тюрьма. Там все отлично. Для меня удивительно слышать, что ты, несмотря на то, что с тобой сделали фактически русские, по твоим словам, что это была подстава и ты хотел остаться в России после всего этого. Народ очень хороший. Русские, как людей, они вообще отличные. Я общался с людьми, кто-то из Хабаров, кто-то из Питер, кто-то из Новосибирск, и все щедрые душа. Ни одного не видел, что какой-то тибель или непонятный. Все очень офигенные ребята. Вообще бомба. Твое мироощущение в тюрьме, оно как-то поменялось? Вот ты каким садился, ты помнишь себя того и каким ты вышел? Как ты изменился? Сейчас я боюсь рисковать, потому что у меня нету друзей в Индии, у меня вообще нету друзей, у меня есть только семья. Семья это единственный людей, которым я доверяю в своей жизни, потому что, как в России сказали, доверяй, но проверяй. А семьи это мне не надо, потому что я их доверяю полностью. В любой плохой ситуации единственный людей, который будет стоять со мной, это моя семья. Но в России это чуть-чуть другое. Там, возможно, семья не стоит за человеком, но его друзья сто процентов стоят. Не все, конечно, но конкретно друзья. А в Индии сейчас я боюсь рисковать, потому что раньше были такие моменты, где если я что-то сделал, родители если решали, это было нормально. А сейчас это для меня не нормально. Сейчас каждый шаг у меня очень аккуратно идет. Ты еще приедешь к нам сюда? Старательно нет. Ну, знание русского языка это же полезный навык. Как ты его собираешься использовать? Ну, я до сих пор его использую. Я работаю уже переводчиком, фрилансом, с английского на русский и обратно. Это помогает не только мне зарабатывать деньги, это помогает еще мне выражать свой смысл, потому что когда я общаюсь на русском, я чувствую себя более уверенным. Я могу говорить все, что я хочу. Как-то это не получается другим языком. Это особенность нашего языка? Я думаю, это особенность вашего мата. Материнские слова так мне понравились, что когда я начинаю общаться на русском, и уже комфортно с человеком, общаться на русском, похуй на все литературные слова, я начинал конкретно матом. Я обожаю русский мат. Можно выразить все свои эмоции, все свои методы через матов. Спасибо тебе, Ашиша, от всего русского народа за признание нашего мата. Что ты теперь собираешься делать? Ты вышел, уже год прошел, да? Ага. Проблема была в том, что я когда здесь был, я изучал чешского языка, и после этого сразу получил работу в чешском посолстве. Я не успел закончить образование. Сейчас я стараюсь закончить свое образование, и также изучал испанского языка. Ну то есть ты не собираешься теперь снова в Чехию ехать? Это предложение, оно все слетело, да? Было бы нормально, но когда я вернулся, я узнавал много чего про свой сейф у моего знакомого, который тоже работал там. Они сказали какие-то неприятные вещи моим родителям. И последний вопрос мой, я всем задаю его, если бы была возможность в этой тюрьме не сидеть, ты бы в нее не садился? Или то, кем ты после нее стал, это все-таки хороший человек, это хотел бы им стать? Если я получил бы тот же опыт где-то в другом месте, тогда, конечно, не стал бы сидеть в тюрьме. Но если это не было бы возможно получить, в каком-то другом месте, тогда я сидел в тюрьме. Я не жалю, что я сидел в тюрьме, кроме того, что страдали мои родители и моя семья. То есть, российские тюрьмы с точки зрения человека из Индии, это не что-то супер ужасное? конкретно с точки зрения ощущение. Это я говорю, потому что ситуация, где я был, это опять зависит от каждого человека. Потому что, кроме меня, там были еще два индуса. Если ты спросишь их, они не будут говорить, что им что-то понравилось. Для меня не особо ужасно, не советую, но можно попробовать. Ну ты не жалеешь об этих трех годах в своей жизни? Нет. Я очень много научил там. Например, делать дороги? Не только дороги, но я делаю самогонцами. Все в тюрьмном стиле. То есть, дрожь с хлебом и аппарат, самоделка. Интересно было, поэтому я хотел попробовать. Отец даже попробовал, ему понравилось. Еще один из самых хороших способов, который получил там. Я в тюрьме очень хорошо начал рисовать. Мне люди отправили фото своих родственников или своей девушки. Попросили, что я нарисовал этот портрет. Научился языку, научился рисовать. Прям такой институт фактически. Ну да. Фактически самый крутой институт, из которого ты не получишь никакого диплома, но получишь такой опыт, что можешь расъебать целый мир. Спасибо большое, Ашиш, что поговорил со мной. Спасибо тебе за твой замечательный рассказ. Надеюсь, дальше у тебя будет все хорошо и ты приедешь еще когда-нибудь в Россию, посмотришь Петербург, Иркутск, не только из окна СИЗО или из окна в котором тебя везут. Спасибо большое, что ты мне дал такой возможность, чтобы я рассказал свою историю. Потому что я не грущу, когда я говорю эту историю. Я очень улыбаюсь и очень мне приятно, когда я общаюсь об этом. Спасибо большое. Друзья, спасибо и вам, что дослушали этот выпуск до конца. Ашиш прислал мне фотографии, которые он делал в тюрьме. Камеры и даже того, как он и другие заключенные медитируют. Эти фотографии уже в моих бусте и патреоне. Ссылка в описании. Также напоминаю, что подписчики Бусти и Патреона слушают новые выпуски подкаста на неделю раньше. То есть уже прямо сейчас там есть следующий эпизод про трансгендера в мужской тюрьме в России. Ссылки и на доп. материалы, и на новый эпизод в описании. Спасибо каждому, кто подписан на Бусти и Патреон. Подкаст выходит только благодаря вам. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал. Там и про подкасты, про путешествия и вообще все актуальные обновления. Вбивайте в поиски телеграма «Поехавший» либо переходите по ссылке в описании. Ставьте лайк тюремному подкасту, подписывайтесь, если вы слушаете впервые, и рассказывайте об этом эпизоде друзьям. Меня зовут Миша Ронко, ТНН. Над выпуском работали Николай Денисов, Анна Чадунели и Максим Кремнев. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова